Ассаляму алейкум и рахматуллахи ва баракатуху. А вы знаете, что наша душа проходит путешествие? Да-да, вот эта мирская жизнь – это всего лишь временная остановка, и дальше нас ждет другой путь. Вот об этом мы сегодня поговорим в этом видео. Внимание на доску. Когда-то Всевышний Аллах создал все души на земле, которые будут жить, и потом, когда приходит их время, это наша точка А, откуда мы начинаем свое путешествие, свой путь жизненный, можно сказать, да? Когда приходит время, нашу душу берут и помещают в утробу матери. Это второе место, где наша душа обитает. Утроба матери. Да, это мирская жизнь, но там все-таки человек не может ходить, думать, рисовать, ощущать, радоваться, смеяться, да? То есть все равно это какой-то свой такой определенный мирок. Дальше. После утробы матери, да? А вы знали, да, по хадисам, как говорится, когда ребенку четыре месяца исполняется в утробе матери, да? Туда ангел вдувает по воле Аллаха рожь душу в тело ребенка. Вот, с четырех месяцев. Вот, значит, второе, третье место, куда он попадает, это мирская жизнь. Ду-ни-я. Напишем утроба. Это точка А. Утроба. Это ду-ни-я. Ду-ни-я, то есть с арабского, да, как мирская жизнь. Вот это мирская жизнь. Это ду-ни-я. Вот здесь человек делает все, что угодно. Аллах ему это дает, создает, допускает. Хоть он творит зло, хоть он творит добро, хоть он верит в Аллаха, хоть не верит в Аллаха, вот здесь у него такой шанс есть. Вот. И рода, и джузия Аллах дает. Индивидуальную свободу выбора человеку. За что потом он будет спрошен, конечно же. Это третье место, где человек обитает. После смерти он попадает в Барзах. Запишем. Барзах. Загробный мир. В загробном мире есть две обители. Айли-ин. Айли-ин – это место, где душа будет наслаждаться. Если она прожила дунью хорошо, заслуженно, Всевышний Аллах ей был удоволен, он попадет в Айли-ин. Как бы место ожидания. Это не сам рай, но это место ожидания. Сады рая его еще называют. Айли-ин. И есть в этом Барзахе место, как сиджин. Место, где получает наказание душа. Уже после мирской жизни, уже еще до ада не дошел, он уже оттуда будет получать наказание от Аллаха. И вот в этом Барзахе есть Айли-ин сады рая и сиджин – яма ада. Все души сейчас обитают там, пока не случится конец света. Никто сейчас в рай или в ад не попадает. Если в наших священных писаниях мусульманских пишется об этом, что он сейчас как бы якобы в раю, то имеется в виду, что он в садах рая в Барзахе, где Всевышний оказывает милость этой душе, и она там наслаждается. Дальше. Когда случится, и когда вот все люди, все души, все, конец света случается, да, они все сюда попали, конец света случается, и потом наша душа путешествует в следующую точку – это, конечно, за судный день. Судный день. Ахират, как говорят же, да? Ну, ахират – это уже называют все, когда душа уходит из дуни, все, он в ахират попадает. То есть все, в тот мир. Вот, судный день он попадает, здесь весы написал. Вот все, кто жили на планете, да, земля, все люди и джинны, и даже животные, на некоторое время животные, да, и люди, джинны, люди, вот все Аллах воскресит одномоментно. Если мы в этом мире появляемся, мы умерли там, через какое-то время другой человек рождается, появляется, живет. Там Всевышний Аллах, все души, которые были, жили, Аллах воскресит их одномоментно, и там будет справедливо судить каждую душу. Дунья, мирская жизнь, это мир испытаний. Поэтому не задавайтесь вопросом и не грузитесь. Столько вот происходит здесь несправедливости. Как Аллах это допускает? Где ваша справедливость? Это мир испытаний. Здесь это не мир воздаяния. Так Аллах создал эту дунью. Мы здесь на экзамене. Вот ты что хочешь делать, то и Аллах и будет создавать для тебя. Но за это в судный день конкретно получишь по шапке, либо конкретно получишь дары от Аллаха. Там либо конкретно получишь наказание, либо конкретно получишь дары от Аллаха. Мирская жизнь, это мир испытаний, а не воздаяний. Воздаяние начнется отсюда, с судного дня. Истинное воздаяние начнется оттуда. Поэтому всему свое время, всему свое время, Аллах и накажет, кого надо там, и вознаградит, кого надо там. На все воля и мудрости Всевышнего Аллаха. Запомните, дунья это мир испытаний, судный день, мир воздаяний. Справедливый суд будет Аллаха именно там. И там будет еще жестче, чем вот здесь. Потому что здесь человек от какого-то наказания или сильного этого может умереть, да? А там не умрешь. Вот представляете, как там кто-то из ученых описывает. Ад это или там загробный мир, или ад он описывал. Это такая вещь, короче, наказание Аллаха, да? Вот представьте себе, птичка попала в сковородку с маслом жареным, да? И она жарится, и она умереть не может. И вот жарится, жарится, и умереть не может. Вот не умирает и все. И вот эти мучения она получает, получает, получает. То есть конкретный суд над несправедливыми и всякими тиранами и плохими людьми Аллах будет делать там. Он дает лишь, отстрочку делает, и все. Будет, будет. Идем дальше. Вот попала наша душа в судный день, там прошел суд, и потом уже раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестое место, куда попадет душа, это либо в ад, либо в рай. Наша конечная точка, точка Б, да? Вот здесь точка А, здесь точка Б. Наша конечная точка, это же, конечно, Джанет, рай. Это наш дом. И пророки про это говорили. Сам Аллах говорит, Дунья это не ваш дом. Не любите Дунью. Мирскую жизнь. Не любите ее. Это всего лишь временное. Это забава. Здесь игра. Как бы это просто испытание. Это экзаменационный экзамен. Экзамен. Час. Экзамен длится час. Задание выполнил. Получил оценку пять. Все, с этим дипломом. Тебе вся жизнь. Аль-хамду лилля. Любая работа, да, открыта, как бы говоря. Ну, образно уж период. Вот, поэтому вот наш дом. Люди, которые здесь рождаются и полностью все, что у них есть, тратят на эту мирскую жизнь, на этот успех в мирской жизни, не готовясь в Ахират, в судный день. Они сделали своим домом дунью. И туда ничего не приготовили. Как им Аллах за вас даст? За что? Смотрите, я вам сейчас еще вот пояснение дам. Например, человеку говоришь, давай молиться, уразу держи. Какие-нибудь призывы делаешь в ислам? Это то, что просит от нас Всевышний Аллах. Призыв делаешь? Он говорит, мне надо работать, мне нужно строиться, детей на ноги поднять, еще какие-нибудь такие отмазки, говорит. Как будто бы весомая причина. Но нет. Это можно параллельно делать, это надо параллельно делать. Поэтому он говорит. Это что он значит? Это он всю свою энергию, что Аллах ему дал, здоровье, энергию, да, все вот. Он тратит на то, чтобы состояться в дунье. Человек умирает. Когда придет время этого человека, он умрет. Он в собой, в загробный мир, в могилу даже носки не заберет. То есть укутают голым и похоронят. Но, ради чего он старался, все это останется в мирской жизни. С ним в хабыр, в судный день не уйдет никакое, ни богатства, ни монеты, ничего. Как говорится, ты всю жизнь потратил на то, чтобы строить дом. Умер. Аллах никогда не поклонялся, потому что не до этого было. Ему до стройки было дело. И он даже ключи от этого дома туда в судный день не заберет. А что заберет? Человек забирает только свои деяния. Деяния. Не сам объект, а деяния. Что ради чего делалось. Человек, возможно, когда строил дом, воровал, обманывал, строителей обижал, может быть, какой-то. То есть он вот за вот это все деяние у него накапливает, ангелы записывает. И в судный день за это будет расчет ведь. Ради чего старался, то его и погубило. Поэтому так нельзя делать. А думайтесь. Вот это наше путешествие. Из вечности идем в утробу, потом в дунью. Вот в этой дуне только Аллах дает нам и рада и джузия. Вот здесь ты уже не сможешь ничего изменить. Когда человек умирает, ничего не может изменить. Он там сожалеет его душа, просит обратно, умоляет вернуть обратно в дунью. Потому что он уже там все увидел, что это истина. Чтобы хотя бы один поклон сделать Аллаху. Или садака дать, чтобы как-то приблизиться к Аллаху. Не будет такой возможности. Экзамен закончился. Как бы ты ни умолял. Все. Здесь уже не будет так, что хочу, то делаю. Здесь тоже в принципе не будет. Ты можешь двигаться, но здесь уже тоже Аллах ничего не принимает. Уже идет расчет. Вот здесь уже идет воздаяние. Здесь хоть человек, кому какое добро не сделает, это не мир испытания. Это уже мир воздаяния. За это уже Аллах тут воздавать будет в судный день. И воздаянием Всевышнего Аллаха будет либо для неверных многобожников, больших грешников, которых Аллах не помиловал из мусульман, будет наказанием. Джаханнам, ад, это место, где супернаказание. Шадиды, как сильное. Аллах суров в наказании. А рай, это место, где вечно, всегда будете молодыми, всегда будете здоровыми. Там нету такого, вот сейчас я стоял там устал, или долго лежишь, хочу ходить, у меня уже тело болит. Там вот боли, дискомфорта, такого в раю не будет. Всегда вечно молодой, вечно красивый, вечно здоровый. Даже погода в раю другая будет, дома другие. Как там говорится, чаша из серебра и золота. Там вечное наслаждение. Знаете, когда человек в этой мирской жизни покупает что-то такое ценное, красивое, любое. Ну, мы мужчины, давай, Ламборджини купил мужчина, например. Это же такая крутая машина. Ты даже, какой бы ты машины не купил, какой бы объект у тебя в жизни не появился, оно имеет такое свойство, свойство, вот как надоедать, что ли, уже ты не испытываешь такой шик, как в первый раз. Даже если у тебя будет самая красивая невеста, жена на свете, ты все равно через какое-то время, оно уже такое восхищение не будет у тебя, потому что это дуния. В раю такого нету. Ты там вечно наслаждаешься, вечное счастье. Это даже, как говорится же, рай и ад не описуем. Рай не описуем красив, хорош, прекрасен. Чаханнам ад не описуем ужасен, страшен. Поэтому вот так. И наша точка Б там, в раю, мусульмане в это верят, и мы туда идем. Но чтобы туда попасть, нужно что сделать? Угодить Всевышнему Аллаху. А как угодить? Первое, это же, конечно, уверовать во Всевышнего Аллаха, то есть шахада. Шахада. Когда человек ислам принимает, он шахаду произносит. Другими словами, быть единобожником, всю свою жизнь. В своей жизни, всю свою жизнь быть единобожником. Никакие красные нитки не вешать. Семь слонов на счастье. По феншую должно все расставлено. Это не наши темы. Это темы людей, которые не могут поверить в Аллах, им надо что-то вот осизать, видеть, да? Которые не могут поверить в Аллах, и они придумывают себе вот этих богов, что окажется неистиной и провалом для них. Упаси Аллах, это очень страшные вещи, как ширк называется, грех самый большой. Поэтому в своей жизни надо быть единобожником. Черная кошка дорогу переходит. Мы что говорим, мусульмане? На всю волю Аллаха. У кошки своя дорога, у меня своя дорога. Ложка упала, нос почесался, рука почесалась. Это все суеверие. Мусульмане в суеверии не верят. В амулеты всякие вещи не верят. Мы верим. У нас есть Аллах. Чтобы он нас охранял, надо читать молитвы, произносить что-то, если мы хотим, богатство, успех. Мы должны это просить у Аллаха. Аллах всегда нас видит, слышит. Вот так легко. Вот так легко. Все темы остальные, это не наши. Надо жить по исламу, по мусульманину. Потому что мы, чтобы попасть в рай, в этот подарок Аллаха взять, нам нужно угодить Аллаху. Чтобы угодить, надо быть единобожником в своей жизни. Первое. После этого сразу надо научиться намазу. Этого хочет сам Всевышний Аллах, требует. Это не когда человек достигает какого-то духовного уровня. Во сне приснился ангел и сказал, ты будешь читать намаз, и будешь читать Кур'ан. Просыпаешься весь такой. Нет. Мусульмане должны к этому идти. Сказано, мы должны это делать. Созревание, оно приходит по ходу дела. Поэтому на втором месте, чтобы угодить Аллаху и получить джаннат в подарок, мы должны встать на намаз. Мужчина, женщина, совершеннолетний стал, все, намаз обязательно. Если ты здравомыслящий, если у тебя вот здесь все в порядке, ты нормальный человек, здравомыслящий, не инвалид, то есть все, намаз на тебе обязательно. Там всего лишь семь молитв выучите, и все, весь намаз полноценный будет у вас. Минимум три молитвы даже. Это фатиха, это каусар, например, суракяусар, и атахият. Вот эти три молитвы выучите, и намаз можете спокойно читать. Даже если вы не знаете, что вы здесь говорите в поклонах, это в поклонах по сунне говорить молитву. Но так как в начале пути или у кого-то памятью может тяжело, вот эти три молитвы хотя бы выучите. Фатиха, каусар, атахият. На моем канале это есть. Все, а так в идеале семь полноценных. Семь молитв. Какие? Субханакя, фатиха, каусар, ихлас, атахият, салават, роббана. Все. Третья вещь в своей жизни, что мы должны внедрить в свою жизнь, сделать это образом жизни, это же, конечно, ураза в месяц Рамадан. Пост в Рамадан. Пост в месяц Рамадан. Этого требует Всевышний Аллах. Раз в год, когда приходит месяц Рамадан, верующему человеку обязательно держать пост. Женщины не держат во время менструального цикла и после родовых кровотечений, то есть они в это время не держат. Это, короче, отдельные темы общие, когда можно, когда нельзя. А так в общем мы сейчас рассматриваем. Должны держать. Даже если ты куришь, даже если ты пьешь, даже если ты убийца, но если ты верующий человек, мусульманин, а какого-то греха не совершал, ты обязан совершать намаз, ты обязан делать пост в месяц Рамадан. Это обязательно для верующего человека. Какие бы у тебя грехи там ни были. Поэтому не надо говорить, я сейчас грехи оставлю, потом пойду в мечеть. Этого никогда не случится. Грех разве так оставляется? Вы видели когда-нибудь человека, который грех оставил, просто ему надоело это делать? Нет? То есть всегда были такие моменты, когда у него тяжело в жизни, и потом в ислам приходит. То есть ислам, как бы, Аллах его спасает из этой ситуации. Когда он начинает входить в тему ислама, вот это и вытесняет зло из его сердца. И он оставляет там все грехи, там алкоголь, курение и так далее. Что еще нужно делать, чтобы угодить Всевышнему Аллаху? Что он от нас требует? Четвертое – это закят. Закят – это специальная выплата с богачей. Пятое – это хач. Хач – это паломничество в мекку, раз в жизни хотя бы должен сделать. Вот эти два последних не каждый человек может делать, не каждый состоятельный. Но кто смотрит состоятельный, знаете, вот эти пять столпов ислама в своей жизни, в вашей жизни должно быть и в нашей жизни должно быть. Поэтому две вещи для большинства не касаются. Вот на трех вещах вы себя прям прокачайте. Быть единобожником в своей жизни, совершать пятикратную молитву, намаз и пост в месяц Рамадан, 30 дней, когда приходит раз в году. А то, что быть хорошим, добрым, не обманывать, не воровать, под проценты не давать и не брать, вот такие вещи, да, все – это само собой. Об этом все знают, какой человек должен быть, чтобы быть хорошим. Это само собой. А вот это – столпы ислама. На этом основывается наша религия, наша вера и так далее. За это мы будем спрошены. Поэтому если мы это, тот человек, который внедрил уже в свою жизнь вот это, его вторая задача, пока он живет в Дунье, это удержать до последнего вздоха. И тогда, возможно, Всевышний Аллах по своей безграничной милости простить тебя, а дарить тебя уже будешь наслаждение получать с барзаха в Алийине. Уже оттуда, в судный день, ты страха не познаешь. Когда все кругом будут страшиться, бояться, паника, там тоже своя отдельная тема, страшность. Судный день – это страшный день. Аллах некоторых убережет от этого. Он даже не почувствует длительность этого дня. Чтобы им быть, Аллах уже тебе здесь подарок тоже сделал. И сразу в джанат ты зайдешь. Вот так, вот так, дорогие. Не профукайте свою жизнь, не прожгите ее. Пока вы живы, никогда не поздно вот этим заниматься. Не надо говорить, я уже стар, стара и так далее. Нет. Пока ты живой, у тебя есть шанс. Милость Аллаха, она безгранична, она неописуема. Если ты будешь стараться вот сюда, фокус в свою жизнь, внедрять вот это, стараться, даже если у тебя что-то получаться, там не будет и так далее. Аллах может, возможно, тебя помилует. Даже если у тебя не будет получаться, но ты должен стараться угодить Аллаху. Вот говорят же, ради Аллаха надо делать это. Ради Аллаха как пояснить? То есть угодить Аллаху, делать то, что Он просит, чтобы Он это полюбил, возлюбил тебя, надо это делать. Пусть Аллах, Тааля, всех нас соберет в джаннате, в раю. Пусть дай Аллах, что мы там встретились, прощенными, помилованными Всевышним Аллахом. Упаси Аллах от огня ада, от седжина, наказания в Кабыре. Упаси Аллах, от позора и страха, день страшного суда. Дай Аллах прожить мирскую жизнь достойно, как есть хорошая дуа, которую Аллах нас учит, как из Корана эта дуа. Дай Аллах, чтобы красиво мы прожили хорошо в этом мире. И в Ахирате, чтобы у нас все было нормально, хорошо. И упаси нас от огня ада. Ассаламу алейкум, ставим лайк этому видео, оставляем положительные комментарии, можете дуа написать тоже туда. И распространяем это видео. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Субтитры сделал DimaTorzok